ольга передал вам презентом спасибо так запись я слышу включена да все правильно уважаемые слушатели добрый вечер сегодня мы проводим день открытых дверей по профилите фронт-энд разработчик я приветствую всех кто к нам присоединился онлайн спасибо вам за то что выделили время также приветствую тех кто посмотрит на записи меня зовут белого ольга я менеджер по трудоустройству учебного центра специалист и в начале нашего вебинара я вам расскажу о центре специалист далее мы вместе с алексеем тарасовым ведущим преподавателем учебного центра специалист обсудим как планировать и развивать свой карьерный путь фронт-энд разработчику вы знаете что нужно уметь чтобы стать для работодателя желанным кандидатом и в конце я расскажу о подарках которые получит каждый кто зарегистрировался на вебинар учебный центр специалист уже 29 лет на рынке образовательных услуг за это время мы обучили более одного миллиона человек и на практике заслужили звание ведущего компьютерного учебного центра россии мы гарантируем вам стопроцентное качество образования за счет сочетания бауманской методики преподавания современных технологий проведения обучения и практик ориентирного подхода так как мы на рынке образовательных услуг уже достаточно давно мы знаем что стартовать в карьере достаточно сложно да вот и помогаем нашим слушателям развиваться и расти повышать свое свой профессиональный уровень в том числе с помощью такой программы трудоустройства которые мы разработали я сейчас вкратце вам расскажу о ее опциях которыми вы сможете воспользоваться первое что мы включили в наши курсы это практика ориентированность так как сейчас на рынке работодатели ценят не просто знания а именно hard skill и и ваши профессиональные навыки которые необходимо демонстрировать потому все наши курсы состоят большей части из практики и в ходе обучения вы именно учитесь эти знания свои применять после освоения определенного до пола знаний также необходимо правильно выйти на рынок труда если вы до этого давно искали профессию давно искали работу или где-то допустим трудоустраивались может быть в другой сфере тоже достаточно давно необходимо быть в курсе современных тенденций на и чар рынке и для этого вот мы разработали для вас бесплатный курс ближайшая кстати группа будет 23 апреля если интересно приходите записывайтесь ссылочку я вам отправлю в чате если будет такая необходимость в будущем такие курсы у нас проходят раз в месяц также у нас есть бесплатные консультации для наших выпускников у кого остаются после данного курса вопросы и необходим индивидуальный подход пожалуйста вот можно записаться ко мне на консультацию и хочу вот обратить внимание что один тоже одна из опций нашей программы по трудоустройству это ежемесячные дни карьеры для айти специалистов и ближайший день карьеры запланирован 29 апреля я ссылочку на запись тоже в чат попозже размещу можно будет записаться прийти посмотреть на реальных работодателей на вакансии также всегда есть все выступления экспертов которые расскажут вам о состоянии рынка труда войти и какие-то лайфхаки да по вхождению в этот рынок и так и последнее что я хотела бы сказать вот в этом вступлении перед тем как передать слово алексею это про наши каналы с вакансиями которые я вас всех приглашаю ссылочку также дополнительно размещу в этих каналах мы публикуем вакансии наших партнеров это наши корпоративные заказчики которые оценили качество подготовки специалистов своих компаний и доверяют нам и доверяют результату нашего обучения и готовы брать наших выпускников давать им определенные преимущества и так далее мы с вами поговорим о том как планировать развивать свой карьерный путь в эти сфере сейчас я передаю слово алексею подробнее себе профессии фронтенд разработчика он вам расскажет далее алексей передаю вам право презентера спасибо ольга как видна моя презентация все нормально так пока презентацию не видно как же там да вот появляется спасибо елена елена плюсует у меня презентации видна друзья всем еще раз при вечер прекрасный добрый вечер я там увидел что кто-то пишет что возможно нас неплохо не очень хорошо слышно вот но елена плюс аннула значит слышно и вот если вдруг вы будете подключаться при подключаться звук пропадать просто еще раз переподключиться я всех приветствую меня зовут алексей и я являюсь старшим преподавателем курсов по веб-разработке в центре компьютерного обучения специалист то значит интернет-технология так все что связано с разработкой страниц начиная с создания простеньких html сайтов станиц заканчивая созданием спа приложений на самых современных инструментах использование библиотеки пользовательских интерфейсов react использование в качестве серверной стороны symphony использование языка программирования php а сегодня хочу немножко похвастаться я запустил еще один новый курс это автоматизация задач в google apps script когда можно взять javascript и применить его для работы с документами в сервисах google ну и работаю в специалисте уже больше десяти лет за это время несколько сертификатов получил и сдал экзаменов но самое главное мое достояние это мои выпускники которых уже более пяти тысяч сегодня мы хотим я хочу поговорить немножко о профессии по которой представлены наши курсы это профессия связанная с фронт-энд разработкой если вы раньше не слышали то современное создание сайтов можно разделить на фронт-энд это то что очень сильно связано с работой браузере и на бэк-энд то что связано с работой на серверной стороне правда еще бывает full stack когда и то и другое вместе друг друга как бы связываются и проникают но вот сегодня больше о фронт-энде о том инструментарий который может использоваться на стороне браузера браузер я перед нашим выступлением решил забраться в google на трендс и забить туда фразу фронт-энд и посмотрите на этот классный график который от 2004 года до текущего момента показывает нам что в мире популярность запросов популярность вот этого слова фронт-энд она растет она растет популярность и это означает что у этого направления хорошие перспективы во первых потому что оно востребовано мы сейчас будем еще об этом говорить во вторых все больше и больше требуется сотрудников с такими знаниями я думаю ольга об этом еще немножко расскажет и вот забравшись чуть дальше в google трендсах переходя со страницы на странице я еще одну такую картинку обнаружил посмотрите пожалуйста какой те какие темы пользуются сверх популярностью именно в статистике google frontend разработчик frontend это что такое frontend эти фразы и словосочетания имеют сверх популярность а это означает что огромное количество пользователей поисковых сервисов пользуются этими сервисами запрашивают эти фразы и естественно возникает вопрос а что самое главное а что самое основное в этих курсах в этом слое frontend и здесь я могу сказать с радостью что самое главное здесь это во первых html css язык верстки язык разметки и css каскадные таблицы стилей которые позволяют создавать страницу но еще более интересная следующий этап это джаваскрипт один из самых популярных языков программирования который может быть использован и на сервере и может быть использован в браузере причем в браузере он используется как единственный язык на свете и когда нам на курсы приходят разработчики которые очень хорошо знают какие-либо технологии какие-нибудь топовые языки и они приходят к нам на курс по джаваскрипт я шучу какой язык самый популярный на свете они естественно называют свой но при этом мы сходимся на том что джаваскрипт единственный язык который работает в браузере где еще кроме браузера может применяться этот язык программирования ну во-первых на серверах наверняка многие из вас могли слышать о таком раньше сильно распространенном да и сейчас много сайтов на нем написано языке программирования php так вот с 2009 года джаваскрипт на платформе но джесс может работать точно также на сервере вы можете писать точно такие же сайты вы можете реализовывать сессию может работать с базой данных на джаваскрипте в общем все то же самое вы можете работать со смартфонами если соответствующей библиотеке посмотрите ну про google apps я уже немножко хвастался вы можете работать с некоторыми продуктами адоб у меня были случаи когда приходили слушатели и просили научить применению джаваскрипта фотошопе или там в адоб акробате я не применяю джесс в этих программах поэтому обучал только основам но вот эти люди наши слушатели они пошли дальше уже применяли джесс именно там и даже джаваскрипт может применяться на некоторых но в общем-то говоря микроконтроллер что тоже особо интересно потому что когда вы знаете один язык который может применяться в таком огромном количестве в общем-то говоря направлений но это вдохновляет успокаивает вселяет надежду на то что время которое вы потратили на изучение языка но в общем-то говоря будет не потерян и вот здесь у меня там стоит пункт надо рассказать в каких компаниях может быть использован опыт работы с джаваскриптом а может быть и знание фронт эндщика вот этого разработчика верстает страницы программирует страницы и так далее да и я решил называть конкретных компаний потому что друзья мои во всех компаниях нужно знание джесс ну вот вот любых любых да почему потому что у каждой компании есть сайт это может быть собственный сайт это может быть какой-то я не знаю там ой отданный на аутсорс сайт но при этом всегда нужен где-то рядом джаваскрипт разработчик веб который будет наводить порядок на этом сайте и может быть работать самой компания может быть может работать например на аутсорсе там в какой-нибудь компании которая помогает развивать сайт и так далее поэтому в этом отношении когда много лет назад я сделал ставку на джесс я не пожалел то есть все норм и плюс есть еще замечательная уникальная возможность удаленной работы за последние полтора года мы столкнулись вот такой ситуации когда удаленная работа это для некоторых стала острая необходимость и для некоторых супер мега плюс которые в полной мере его используют и фронт эндчик разработчик фронт энда джаваскрипт программист полной мере может спокойно заниматься из дома и это круто 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 какие знания нужны соответственно чтобы вот попасть в эту сферу чтобы стать фронт эндчиком чтобы начать свою карьеру в этом ключе ну во первых это основы джаваскрипта вообще обычно к основам джаваскрипта относят реализацию под названием екмаскрипт самого стандарта то есть где-то это стандартный язык программирования части там типа циклов функций переменных типов данных то что должны знать в принципе любые программисты на любом языке ну и плюс в реализацию екмаскрипт обычно входят и другие классные темы как то специальные виды объектов специальные виды опять объектов там очень много разных объектов в джейсе и не просто знание но и владение этими объектами а также в девяносто девяти процентах случаев нам требуется знание документ object model это вот аббревиатура дом это документ object model это объектная модель которая используется в браузере вот если вот вы совсем об этом ни разу ничего не слышали то вот у нас есть браузер и внутри браузера есть специальные структуры с которыми мы можем на основе джаваскрипта взаимодействовать и динамически на лету менять расположение элементов на странице там тегов элементов проверять формы делать так чтобы у нас элементы растворялись появлялись там любые там чудеса там имитировать не имитировать а даже анимировать движение товара в корзину при желании и так далее заниматься разными журами ну и плюс я осмелился в основе нанести еще и работу с событиями события это инструментарий который позволяет выполнять какой-то фрагмент кода на джаваскрипте в тот момент когда происходит какое-то действие нажатие кнопку нажатие на какой-то элемент может быть движение мышки скроллинг страницы про крупных страниц и так далее вот в этот момент может вызываться джайс вот но по-хорошему по-хорошему также у нас фронт-эндеры фронт-эндеры должны немножко хотя бы чуть-чуть владеть серверной частью и хотя это звучит немножко странно но серверная часть она представлена платформой но джесс опять же компанией google спасибо за то что ее подразделение в 2009 году это создала фишка в том что но джесс используется не только как замена печки для работы сайта и для работы на языке на серверной стороне но и для того чтобы собирать разные пакеты для фронт-эндера обрабатывать эти пакеты возможно там выполнять какую-то предварительную обработку ну я не знаю там проверку кода тестирование кода документирование кода там и так далее и вот цена джесс здесь как бы необходимо манга тебе это уже немножко не про фонт-эндеров это уже о работе с документоориентированной базой данных поэтому там если познакомитесь если соберетесь работать на стороне сервера ну ок тогда много дипе иначе нет когда слушатели приходят на курсы по джессу не не первый раз или у них идет смена профессии с одного языка программирования до другой они готовы к разным перипетиям вот те кто приходит совсем первый раз они порой чувствуют дискомфорт от того что то что мы смотрим на основах то что есть в основе языка оно не совсем в общем-то обеспечивает нужный объем знаний и умений навыков для работы в боевых условиях да ну то есть наверное некоторые ожидают что придя на первый курс основы джесса можно или изучив основы джесса можно сразу прийти в компанию и начать работать у меня был за 10 лет работы в специалисте один такой случай когда слушатель пришел и сказал что он уровне джесс мы все улыбнулись спросили как он сказал ну я просто там попалась тема на собеседование которую вы рассказывали на курсе не дали испытательный срок один месяц при этом глаза его были синие он не спал несколько ночей он был он был взят в качестве как это называется на испытательный срок да вот но я к чему хочу сказать вот обычно современная вот такая разработка которая в production боевая она идет на каких-нибудь инструментах более высокого уровня более высокой сложности там архитектуры и здесь есть огромный куча инструментов их не надо все обязательно изучать но каким-то вам рано или поздно придется присмотреться либо это будет семейство react которая была придумана в компании facebook в недрах да и получила свое очень широкое распространение сейчас пожалуй является инструментом номер один в мире это может быть vue.js не помню автор языка потому что не веду этот курс но неважно тоже одна из популярных систем это может быть angular это детище компании google на мой взгляд так это самый сложный инструмент который есть для работы фротендера это может быть старенький добренький jQuery который вроде бы как уже потерял свою привлекательность но тем не менее есть огромное количество сайтов которые требуют поддержки они которые по старинке на нем разрабатывать на ней на этой библиотеке разрабатывают приложение мы в общем то говоря это тоже может оказаться востребовано теперь когда мы хотим постигать и постигаем эту профессию нам наверное рано или поздно когда мы захотим переступить с уровня джуниора на уровень медла или сеньора ну или говорят проще с уровня там стажера или младшего программиста повысится нам придется изучать стандарт языка js вы можете подумать а как же мы раньше не изучали что или конечно мы изучаем все по стандарту но с 15 года джаваскриптеры выпускают обновляют добавляют стандарт каждый год ну то есть вот сейчас 21 год наверное где-то в районе августа будет выпущена еще очередная версия стандарта которая включит все данные за предыдущие годы может быть что-то будет выкинуто чуть-чуть побольше чего-то будет добавлено и вот по-хорошему на серьезных вакансиях всегда требуется знание этих стандартов и еще одна тема она у нас искусственно вынесена в отдельные курсы это тема синхронных запросов дело в том что когда мы создаем страницу и там нажимаем кнопочку и у нас происходит переход со страницы на страницу это конечно первый раз вызывает эйфорию может быть и приятное ощущение работоспособности приложения но потом в общем то получается что нам может захотеться чтобы у нас было как вконтакте и как в фейсбуке а именно мы нажимаем какое-то действие ну там банальный лайк или там добавить товар в корзину и у нас происходит изменение визуальное что там в корзине например появился товар или лайк наш там такой там или вот такой каким-то образом отрисовался но при этом вся страница не перезагрузилась как это делается делается вот одной из этих технологий либо фичи а либо аджак слива веб-сокет а веб-сокет это как вообще классный инструмент можно реализовать онлайн чаты ну то есть вы когда заходите на сайт любой даже сайт специалистов у вас там в одном из углов сайтов всплывает вот такая штука хотите поговорить с диспетчером можно в принципе на веб-сокетах сделать такой инструмент который будет позволять клиентам вашего сайта говорить с вашими диспетчерами и быть счастливым ну и есть еще много-много-много разных тем которые может потребоваться фронтендеру для обеспечения его нормальной работы и жизни это огромное количество API API это Application Program Interface это программный интерфейс приложения и вот есть встроенный API в браузер да это работа с канвасом канвас это фактически такой мини-пейнт программа делисования при помощи джаваскрипта ну это не пейнт это инструментарий который позволяет в HTML создать в теге канвас какие-то рисунки растровые что-то еще это геолокация то есть вы можете при помощи джесса спросить у человека где он находится там показать ему ближайший там свой магазин интернет не интернет а офлайн магазин или там место встречи какой-нибудь это воркеры инструмент позволяющий запускает джаваскрипт фонами работать это local storage это инструмент который позволяет сохранять потихоньку данные в сам браузер и потом в случае необходимости быстро 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 возвращаться к этим данным в случае например если интернет там как-то себя не так повел там или сайт что-нибудь там временно в этом да да то мы можем из этого local storage данные брать каким-то образом их что и каким-то образом их в общем-то говоря используют я слишком увлекся разговором поэтому я хочу сделать маленькую паузу и предложить друзья вам задать вопросы если таковые есть я с радостью у них выслушаю в чате или увижу или увижу в чате или услышу голосом не стесняйтесь подключайте спрашивайте вот потому что алексей пока наши слушатели пишут вопросы формулируют меня хорошо слышно подскажите отлично вот я бы тоже хотела задать один вопрос да конечно вот подскажите фронт-энд разработка считается одним из наиболее простых популярных путей входа в айти сферу можете немножко рассказать почему наверное если спасибо за вопрос ольга наверное если бы я отвечал на этот вопрос где-то лет семь-восемь назад в начале свои пути работы в специалисте я бы выделил какие-то очень такие явные конкретные пункты но с течением времени мне кажется что и фронт-энд и бэк-энд в общем-то говоря они и тот и другой не слишком сложны но если можно так сказать все это инструменты придуманы разработчиками людьми для людей и соответственно нам нужно только время усидчивость и такую такая сосредоточенность и желание решить проблему чтобы их использовать но это мое субъективное ощущение а так на практике получается что ну вот смотрите чтобы начать учить java script нам достаточно взять свой браузер я не знаю чем пользуются наши участники google chrome опера там сапари интернет-эксплорер достаточно взять браузер зайти в отладочную консоль браузера и приступить к работе написать свой первый привет мир и это подкупает для того чтобы например начать работать с тем же там PHP или Python вам придется ну чаще всего не всегда но чаще всего их скачать установить и сконфигурировать почему не не всегда придется скачать ну есть некоторые операционки которые уже могут заранее включать эти языки и спокойненько а в общем так говоря с ними работать так вот соответственно получается что фронт-энд позволяет нам быстро быстро стартануть на HTML и CSS мы изучаем браузер в 99 процентах случаев показывает нам что-то даже если мы написали неправильно это некоторых расслабляет на JavaScript потом приходит немножко озарение и первые ошибки которые мешают работе но все равно это в браузере мы тут же написали тут же посмотрели результат тут же быстро исправили и это круто там например если брать серверный язык программирования можно чуть дольше первые разы повозиться не понимая куда идут какие заголовки я имею ввиду HTTP заголовки там как настроена система какой-то как интерпретатор воспринял какой-то параметр с которым мы еще не знакомы вот в этом отношении джесс пожалуй фронт-энд пожалуй несколько проще но во фронт-энте же тоже есть свои так сказать бездонные области мне периодически приходят вопросы алексей расскажите нам о и дальше идет какая-то аббревиатура которая с которой я вообще не знакомы я быстренько там гуглю смотрю полезно ли это мне вещь инструмент может не быть если полезно там пытаюсь как-то это читать и смотреть вот но вот первые шаги до первые шаги во фронт-энте я не всегда по помощи спасибо Ольга так я вижу еще вопрос в чат вопрос в чате Илон задает Илон спасибо сколько времени приблизительно занимает обучение чтобы обучиться хотя бы на твердого джона при условии час-два в день и высокой мучаемости может быть как-то примерно хотя бы я думаю что мы сейчас через несколько слайдов коснемся прям вот конкретных временных промежутков которые у нас и на сайте обозначены и у нас по курсам вот но Илон по моим ощущениям по моим ощущениям если вот высокой обучаемости и вот столько времени в день то можно постараться и выйти на уровень твердого джуна если очень плотно ну за полгода ну я еще раз хочу сказать друзья этот ответ подходит не всем потому что слушатели прям идут потоками и я вижу что у некоторых получается за полгода сделать то что может быть иногда порой было бы тяжело сделать а у некоторых я буду откровенен не получается это и за год да то есть я не хочу вам друзья обещать каких-то мега нереальных обещаний потому что все воспринимают информацию по разному были случаи когда курс когда слушатели приходили на курс там через через месяц на другой курс человек говорит мне хватает месяц чтобы все переварить они которые стампуют я не знаю там были случаи когда за 4-5 рабочих дней человек проходит два курса я говорю как вот так он говорит ну я хорошо усваиваю материал я программист например там другого языка и все классно проходит так что всякие варианты спасибо Илана так друзья еще вопросы есть Алексей я бы вот еще хотела тоже задать вопрос по данной теме вот поправьте меня если я как-то неправильно рассуждаю вы много говорили про джаваскрипт но ничего не сказали про html и css вроде как для того чтобы делать какие-то так скажем функциональные лейтинги достаточно уже вот этих знаний и чтобы потихонечку начать уже в профессию входить можете вот немножко так спасибо большое за вопрос я ловлю себя на мысли что наверное меня коснулась беда которая называется профессиональная деформация я как и многие другие разработчики думаю что html и css это инструменты которые знают все которые само собой разумеющиеся и вот иногда поступают так вот нехорошо не уделяем нужного времени и в рассказе об этих инструментах действительно друзья и фронт и бэк разработка начинаются на мой взгляд всегда с html и css я встречал курсы и даже у официальных вендоров которые начинают курс там например по серверному языку программирования не требует html и css такое тоже бывает но на практике чтобы программировать сервер сайт или там верстать сайт нам всегда нужно знать что такое теги что такое html теги что это значит что значит реконструкция в угловых скобках потому что это фундамент если раньше в прошлом позапрошлом и более ранних годах была еще такая технология как flash то вы наверняка знаете что в этом году все его нету а это означает что наши сайты они практически всегда практически всегда это девяносто девять и девять в периоде процентов они устроены из html и css потому что даже если он мы берем потом питон пичпи джаваскрипта эти все про серверные языки серверного программирования они потом все равно орудуют на основе html и css и бывают случаи когда человек удивляется почему я хочу учить питон и я хочу учить джаваскрипт зачем мне нужен html и css а вот зачем ну потому что все сайты в мире устроены на html и css и в ближайшее время этого это не поменяется вот и вот и все вот но это касается html да потом рядом с html всегда идет css у нас даже курс html и css он идет как совокупность потому что если html это вся идея заключается в какие теги мы должны поместить наш текст то css это как красиво разместить эти элементы на странице и это целое еще отдельное направление потому что мало знать теги мало знать как расположить эти элементы и раскрасить теги так чтобы они были нужного цвета в нужных местах нужно сделать чтобы это было валидно правильно с точки зрения программ валидатор Нужно сделать, чтобы это было грамотно, чтобы это быстро грузилось, чтобы это было поддерживаемо. Поэтому HTML, CSS это фундамент вообще фронт-энд разработки и дальше бэк-энд разработки и без него никак и никуда. Где вы его изучите самостоятельно по документации или у нас в специалисте, я приглашаю. Да, это все равно. Главное, чтобы вы, переходя к курсам следующего, обязательно знали HTML, CSS. И у нас вопрос в чате, у меня еще один, спасибо Александру. Если нет знаний программирования, стоит ли начать обучаться? Тоже очень классный вопрос, спасибо. И у меня тоже нету прямого ответа на этот вопрос. Друзья, у меня его нету. Потому что за эти годы работы, больше чем 10 лет, у меня бывали случаи, я всегда всем советую, надо попробовать, надо сделать этот шаг. Потому что тут есть перспективы, тут есть возможности заработка, тут есть возможности развития, но мои советы, они общие совсем. И бывают случаи, когда кто-то услышал и туда нырнул и говорит, окей, и у меня получилось, и человек начинает какие-то вещи классные делать. Но бывают же и другие случаи, да? Ну, то есть, не идет программирование. Ну, были случаи, приходит человек, даже верстка, нормально, там, HTML, CSS, хорошо, не идет программирование. Здесь такая проблема и бывает. Отчаиваться в этом никогда не стоит. Если вдруг программирование идет, норм развиваете, прокачиваете, Александр. Если программирование не идет, но душа к веб-разработке лежит, у нас же есть еще рядом идущие направления, да? Я имею в виду веб-разработки и то, что связано с вебом. Это, во-первых, верстка, то есть, хороший верстальщик, который может превратить произвольный макет, нарисованный дизайнером в чем-то там, в дизайнерских программах, да? В пиксель перфект точку, то есть, пиксельную точность верстку. Такой верстальщик на вес золота, и это очень ценится. Потом есть целое направление по веб-дизайну. Я вот, например, совершенно далек от веб-дизайна. Если кто-то требует, просит у меня сайт, я либо иду на сайты с шаблонами и там беру, покупаю или, в общем-то, подхватываю идеи, либо иду и заказываю своих знакомых, потому что с веб-дизайном у меня не сослось. Может быть, он сосется. Поэтому общий ответ для всех, конечно же, попробовать надо, но частный ответ – это надо смотреть на ваши ощущения, как у вас идет разаботка, как вы с точными науками, да? В душе вы технари или нет, в конце концов. И уже от этого попробовать как-то плясать. Ну, так, персонально надо беседовать. Спасибо большое за вопрос. Так, ну, я, наверное, хочу предоставить слово Ольге. Ольга, об аккаунтской профессии, да? Да, давайте немножко про рынок труда поговорим. Сейчас я переключу слайд. Я вас прошу меня дополнять. Я думаю, что будет полезно. Ну, вот, продолжая тему вхождения на IT-рынок, что хотелось бы отметить, да, что есть некие критерии для любых специалистов IT-направления, критерии, которые будут показательны, насколько вы будете хорошо продвигаться. Да, то есть это знание каких-то основ, да, языка программирования, алгоритмов, оптимальных вариантов решения типовых задач. Также немаловажно знание английского языка и аналитический склад ума, умение мыслить абстрактно. И софт-скиллы сейчас в IT-сфере играют, можно сказать, такую же роль, как и хард-скиллы. Особенно это важно при вхождении в профессию. Можно сказать, на этом этапе тоже, как бы, вас сначала оценивают ваши софт-скиллы, личные качества, такие как настойчивость, усидчивость, готовность постоянно учиться, постигать новое. И также сейчас такое модное в этой сфере качество, как нетоксичность. Вот. И далее давайте, наверное, поговорим о заработных платах. Вот. В IT-сфере в общем и у фронт-энд-разработчиков в частности. Хочу сказать, что найти рынки, ваши зарплаты, конечно, будет зависеть от некоторых факторов. Первое – это опыт работы, да, кто вы – джуниор, миддл или сеньор. Далее – место работы. Раньше считалось, что зарплата в крупных городах намного больше, но сейчас идет такая обратная тенденция, что если нужен специалист на месте, да, в каком-то регионе, а все у нас, сейчас в последний год произошел огромный отток IT специалистов за рубеж и большие города, соответственно, в малых городах вынуждены просто поднимать зарплаты, и в некоторых городах они даже больше, чем в столице. Вот. Также зависит, сколько языков программирования вы знаете, да, на каком языке вы программируете. Если это какой-то очень такой редкий язык, то, соответственно, там платить будет больше, но и вакансий тоже будет меньше. И также возможность ваша решать комплексные задачи, сразу нескольких задач, владеете несколькими инструментами, соответственно, ваша цена тоже возрастает. И также какие задачи, да, вы решаете по своей профессии, тоже будет зависеть, хотя мы сейчас посмотрим, что не так сильно. Что, если говорить про фронтенд-разработку, то профессионалы в этой сфере уже 15 лет в топе самых востребованных находятся. И на сегодняшний день мы видим, что если зайдем на сайт Headhunter, можете тоже это сделать. Фронтенд-разработчик, да, достаточно много вакансий, и уровень дохода, если он указан, начинается от 90 тысяч рублей. Но если говорить по статистике, то средняя заработная плата начинающего специалиста по фронтенд-разработке находится на уровне 800 долларов, то есть 60 тысяч рублей. То есть пройдя вот, допустим, обучение, допустим, у нас по дипломной программе, вы будете начинающим специалистом до года работы, ну, где-то вот на эту зарплату можете рассчитывать. Хотя все же собеседование, продажа себя организаций, это у каждого получается по-разному, и многое зависит от вашего soft skills ваших и умения себя показать с лучших сторон организации. Вот, специалисты с опытом могут рассчитывать на зарплату где-то полторы тысячи долларов и выше. Вот мы видим, да, здесь, что фронтенд, миггл, да, сколько получает сеньор и лид. То есть зарплата растет по мере вашего развития в профессии, и можно сказать, что здесь затраченные на вход в профессию деньги, они достаточно быстро окупаются. И вот здесь хотелось бы, да, тоже уточнить у вас, Алексей, вот я сталкиваюсь с таким часто запросом, человек приходит учиться по этим направлениям, и все, ему как-то не хватает знаний. Вроде он уже половину прошел, допустим, дипломной программы, но никак его не берут, и он все не может дождаться, когда же это осуществить переход. Вот с точки зрения данной специальности, на мой взгляд, уже потихоньку можно переходить хотя бы со знанием HTML, HTML и CSS, начать делать какие-то, да, несложные сайты, да, лендинги, и уже зарабатывать какие-то первые деньги, вкладывать в свою учебу далее. Вот, то есть считается за счет этого, что у профессии достаточно низкий порог входа. Но также на рынке сейчас сложилась ситуация, когда не хватает высококлассных специалистов, которые могут на хорошем уровне владеть также и JavaScript, и фреймворками Angular, JavaScript, React. Ольга, можно я немножко вклинюсь, вот прям очень хочется сказать. Да, да, да. Очень часто человек, который подключается на дипломную программу, вот приходит на курсы, планирует свое обучение, очень часто встречается, я встречаю людей, которые, ну, в общем, воспринимают механические оценки. То есть я вот сейчас пойду там N курсов, у меня будет после N курсов X зарплата. Ну, это такой не совсем правильный подход, потому что все зависит очень сильно от того, как вы воспринимаете курсы, какой инструмент, как вы им пользуетесь этим инструментом. Потому что вот действительно у меня недавно был случай, когда слушатель в моей секретной личной группе поддержки выпускников спрашивает, как же так, я прошел половину дипломной программы и до сих пор не могу сделать свой сайт. То есть такие случаи бывают. Я говорю, а что же вам мешает? Начали разбирать вопросы, оказывается, по кусочкам он все знал, но почему-то у него не хватило, ну, в общем-то говоря, инициативности, вот эксперимент, ну, как стремление к экспериментам это все сделать. И другой пример, наоборот, заканчивается курс там даже первого HTML, и слушатель приходит и показывает какую-то классную станичку, визитку, в которой там перекручивается какой-то слайд-шоу. И я показываю всей группе и говорю, как же вы так сделали, подыгрывая ему? Он говорит, ну, как же, вы же про теги рассказали, я посмотрел, а все там вещи начинаются с прилепливания тегов нужных для организации вот этого перекручивающегося фрагмента. И прикручивание готовой, существующей в сети библиотеки, JavaScript-библиотеки для организации это слайд-шоу. То есть очень сильно много все зависит от вас. И я часто на курсы сталкиваюсь с тем, что меня как преподавателя некоторые воспринимают как инструмент, который должен отговорить свое. Ну, то есть бывает, когда человек пришел, и он просто там, не знаю, посидел, может быть, там поскучал. А некоторые понимают, что вот моя цель совпадает с вашей целью, а именно с максимумом знаний своих передач, чтобы это было полезно и удобно. Они забрасывают тоннами вопросов, и они получают готовый результат. И поэтому вот те зарплаты, о которых мы сейчас видели, там шла речь, они действительно существуют. Но, во-первых, не надо ждать, что прям они сразу нам свалятся в карман. И, во-вторых, очень сильно, друзья, все зависит от вас. Ну, прям очень-очень сильно. Ольга, вам слово, извините. Спасибо большое. Да, действительно, IT-сфера – это та сфера, где все зависит от вас. Если в других сферах вы можете к этим зарплатам идти долгие годы, то здесь, насколько вы усилий приложили, столько вы и получили. Еще хочу сказать про плюс этой профессии в том, что она позволяет работать на фрилансе, позволяет работать удаленно. И для тех, кто мечтает, так скажем, к такому виду труда, пожалуйста, эта профессия для вас. Но я думаю, что на этом, наверное, я передам слово Алексею. И далее для тех, кто в данной профессии заинтересован, мы еще немножко поговорим непосредственно про самообучение. Что важно, что мы вам можем предложить, чтобы вот этой профессией овладеть? Спасибо. Так, Алексей, к сожалению, я вас не слышу вас. А, ого, 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 я думаю, что ж такое. Сейчас слышно, друзья? Плюсик в чат, если слышно. Да, да, да. Слышно, да, спасибо. Значит, смотрите, действительно, у нас есть классная дипломная программа. Классная в том смысле, что она включает в себя минимум самых необходимых курсов, без которых совсем никак нельзя. И у нас уже был вопрос про длительность этой дипломной программы. Я, чтобы самое актуальное, самое горячее, вам предложить в чат кидаю и иду по этой же странице. И вот здесь сразу же вижу цифры о том, что фронтенд разобочит дипломная программа 424 академические часа. От 4 до 8 месяцев. То есть это соответствует то, чему я сказал. Полгода можно запросто при хорошем темпе, но обязательно взвешивайте свои силы, потому что часто бывает, что кому-то этот темп подходит, а кто-то, наоборот, после первого-второго курса понимает, что срочно надо перераспределять свой темп. И как только вы это чувствуете, это надо реально сразу перераспределять. И до 8 месяцев, ну, на практике, и может дойти и до года, и до полутора лет. Я не советую сильно это все вот настолько до полутора лет, разносить одну дипломную программу, потому что, ну, в общем-то говоря, темп при обучении надо выдерживать, потому что потом вам темп и разработки придется какой-то держать, поэтому надо, надо. Что касается модулей, неудачное название, не модулей, а курсов, которые входят в дипломную программу, первый курс это, конечно же, HTML и CSS, то, о котором я говорил, об этом курсе в двух словах можно сказать так. Так, весь курс мы изучаем, какие теги есть в угловых скобках, как они используются, и как при помощи CSS эти теги оформлять. Курс один из самых больших в дипломной программе, он длится 32 академических часа, это либо 4 дня подряд, либо 8 дней, если по 4 академических часа. Бывают еще варианты, когда этот курс запускается, правда, очень редко, 4 дня, 4 часа академических через день. Вообще вот такой темп, когда 4 академических часа через день, на мой взгляд, самый оптимальный для тех, кто вот совсем начинающий, потому что есть возможность взвесить свои силы, есть возможность понять, как у вас идет темп, потому что, опять же, кто-то приходит, для них курс кажется простым, а кто-то приходит и говорит, «О, я занимаюсь тут программированием». Это же не программирование, это же верстка. Второй уровень HTML, его основная идея в двух словах заключается в том, что как научиться верстать очень точно, очень четко, по макету, и как это делать очень быстро. Я прям несколько часов академических трачу на изучение плагина быстрой верстки Emmet. Можете посмотреть, погуглить, что это такое, и тоже ускориться в несколько раз. Дальше, третий уровень я не веду, но, тем не менее, он тоже интересный. Он рассказывает о продвинутых методологиях и инструментах верстки, о том, как выполняется разработка в крупных компаниях. Вот, поэтому темы там есть интересные. Недавно ко мне постучал самый выпускник, и говорит, вот надо там задание какое-то подделать, и смотрю, а как раз используется один из инструментов, ну, в данном случае был Яндекс.Бем, вот, и как раз вот эти вещи там смотрятся. Так что, окей. Следующее – это у JavaScript основы. Друзья, после HTML базовый курс JavaScript, ну, по основам, он очень часто многими воспринимается, как тяжелый. Ничего с этим не могу поделать. Могу сказать, что программирование, ну, вообще-то, так в среднем по стране не является простым занятием. Когда человек разобрался и уже умеет реализовывать свои мысли на этом языке, конечно, тут все понятно. Что там сложного? JavaScript, PHP, Python, Java, что-нибудь еще. Но когда первый раз и после HTML, это бывает тяжело. Поэтому мой вам совет, который некоторым не нравится, перед курсом почитайте маленькую, какую-нибудь полезную книжку по JS, и тогда отдача от курса у вас будет 150%, а не 100% или 80%. Это мой вам совет. Вот. Дальше. Есть такой классный курс, который прям вот классный, классный, классный. Он, в общем-то, косвенное отношение имеет непосредственно к реализации, в общем-то, своих мыслей на языке программирования, потому что это система управлениями версий. Если говорить в двух словах, то вы разрабатываете какую-то идею приложения, а потом на определенной стадии вы можете реализовать одну фишку приложения, ну, я под фишкой имею в виду какой-нибудь функционал вашего сервиса, и немножко видоизмененный тот же самый функционал. И вот Git позволяет древовидно эти версии представлять и развивать, и в случае необходимости быстро откатываться от одной к другой. Не Ctrl-Z назад, вперед, отменить. И не как в интернетах шутят, там, 500 архивов, там, вчерашние, свежие и так далее. А вот именно система управлениями версий. Уровень JavaScript ES6, ES7, почему-то не обновили, название должно уже быть ESNext, мы обновили этот курс. Это как раз 16 часов для того, чтобы там после первого-второго уровня JS'а быстро привести в порядок свое понимание самых свежих вещей стандарта. Второй уровень JS'а «Расширенные возможности», тоже я по-другому бы его назвал, он полностью посвящен тому, как происходит работа в браузере. Ну, вот, например, сегодня... Не сегодня. Вот, например, воскресенье, которое сейчас прошло, мы со слушателем на этом курсе, прямо на первом занятии, реализовывали такую формочку, в которую вносилась какая-то строка, и по этой строке из заранее предсохраненного массива показывалась выборка, фильтрация. Ну, не совсем как в Яндекс.Поиске или в Гугле выскакивает подсказка, но мы стараемся что-то похожее сделать. HTML5 API – это курс о тех самых API, которые встроены в JavaScript. Геолокация, работа с канвасом, работа с воркерами, работа с сториджем, и там еще одна баска данных есть. Ну, такой, достаточно интересный курс. Ajax Fetch API. Курс, который сейчас у нас перед глазами помечен как 24 часа, будет немножко меньше, будет 16 часов, там, проупгрейдили его. Это о том, как создавать асинхронные запросы. Ну, асинхронные запросы, помните, знаете, да? Чего-то начинаете писать в Яндекс или Гугле, выскакивает подсказка. Откуда? Запрос уже сходил на сервер, пришел к нам, и мы его увидели. Все просто. Дальше идут пары курсов. Это Vue.js, Vue.js – первый и второй уровень. И еще курсы React и React – второй уровень. Это инструменты для создания приложений. Vue.js считается фреймворком, React считается библиотекой, и они оба, в общем-то, постоянно конкурируют за то, чтобы стать топ-1 инструментом для реализации вот этой фронт-эндной части. Пару лет я уже слышу, что Vue.js круто-круто-круто-круто догоняет-догоняет, и пару лет я наблюдаю за тем, как React стоит на первом месте, и, кажется, вы сейчас поняли, фанатом какого инструмента являюсь я. Я действительно занимаюсь React-ом. Вот. Но вы, когда будете выбирать, смотрите. А если эту программу возьмете, и тот, и другой посмотрите. Так что все будет так. Вот такие у нас инструменты здесь находятся. По-моему, я пробежался по всем. Так. Для кого и чем полезно? Ну, мы сказали про фронт-энд. Какие навыки вы получите после этой дипломной программы? Ну, соответственно, все по курсам. HTML, CSS, расширенные прошли, значит, умеете вы стать классный макет. JavaScript, расширенные прошли, это означает, вы уже умеете работать с объектной моделью документа. Соответственно, там React прошли, вы уже можете строить или Vue.js. Продвинутые интерфейсы с помощью самой современной библиотеки. И вот здесь очень важно вовремя остановиться и сказать о предварительной подготовке. Дело в том, что перед каждым курсом всегда указывается, какую предварительную подготовку надо иметь, чтобы перейти на курс. И процентов 5 людей не очень сильно прислушиваются к этим предварительным подготовкам. Когда я спрашиваю, почему вы, например, не знаете, там PHP, ой, прошу прощения, не знаете HTML, пришли там на JavaScript или не знаете JavaScript 1, пришли на JavaScript 2, и человек начинает объяснять, что, наверное, JavaScript 1 это просто, а JavaScript 2 это то, что нужно. и потом тяжело происходит все дело в работе, ну, это немного неправильно. Поэтому всегда взвешивайте свои силы, всегда взвешивайте свои возможности и внимательно смотрите на рекомендации. Они придуманы не просто так. Вот. Поэтому всегда стоит присмотреться и, в общем-то говоря, не попасть в нехорошую ситуацию. По поводу форматов подготовки, по поводу форматов обучения, здесь прям вообще у нас просто круто-круто-круто. Есть индивидуальное обучение, редко совсем проходит, когда вы хотите персонально работать с преподавателем, это самый дорогой вид обучения, но он на 200% помогает материалу вникнуть. Обычные группы, которые можно посещать, либо приезжая в класс, мы уже работаем в классах достаточно долго, и которые можно посещать по вебинару. Вот как вы сейчас, друзья, сидите, точно так же, но только вместо презентации у меня открыт текстовый редактор с кодом, и мы там лепим этот код, решаем задачи, и там занимаемся всякими родными классными вещами. Есть еще один формат обучения, он называется открытое обучение. После этого формата обычно никто не остается равнодушен. Одни категорически говорят, что он им нравится, другие категорически говорят, что он им не нравится. Идея формата заключается в том, что обучение происходит по предварительно выполненным записям в таких же группах, как я уже рассказывал, но преподаватель сидит рядом в аудитории или в чате и отвечает на вопросы, когда вдруг они возникают. Поскольку преподаватели, ну, например, у меня там единоразово, в смысле, веду там около 14 курсов, поскольку 14 курсов в месяц я провести даже если сильно постараюсь, не смогу, то вот это открытое обучение на последнее время стартует все чаще. Вот. Но если вдруг там понравилось, не понравилось, вы всегда вольны какую-то определенную дату, записаться к нужному преподавателю, немножко подождать и обучиться на этом формате. И есть еще очно-заочное обучение, ну, оно, его специфика в том, что у некоторых людей даже время подключаться к ней, только к вебинарам, поэтому они смотрят индивидуально видео, а потом встречаются фиксированные меньшие промежутки времени с преподавателем в начале, в конце курса, иногда в середине, если курс большой. Так что форматов целая куча, видеозаписи после этих видов обучения остаются, друзья, у вас целые 6 месяцев, поэтому выбирайте, смотрите. Еще раз, если сейчас кто-то собрется у меня спросить, какой формат лучше, вот тут точно не отвечу, потому что одни приходят на открытое, и мы с ними разговариваем о их проблемах, о том, что вот сейчас конкретно у человека получилось или нет. А есть обычный формат, когда у меня есть программа, я ее рассказываю, и мы в рамках программы это идем, и, в общем-то говоря, тоже общаемся, но не настолько индивидуально, как в другом случае, ну, как-то так. Теперь по поводу форматов занятий, обычно мы можем заниматься либо один раз в неделю, обычно это восемь часов, либо несколько раз в неделю. Тут все лучше обсудить со своим менеджером, потому что все зависит от того, ну, насколько вы готовы сидеть. Я вот, например, когда сам обучаюсь, я больше трех академических часов, четырех сидеть не могу, то есть мне тяжко, я не могу сидеть целый день заниматься. С другой стороны, ну, вдруг каждый из нас привык по-разному, поэтому взвешивайте, сколько вам академических часов в день пойдет. Теперь, на многих курсах у нас анонсируется наличие домашних работ, поэтому обязательно, когда будете к преподавателю приходить и к какому-то заниматься, уточняйте у препода, а как насчет домашних, а как они будут проверяться, а что там есть в наборе, потому что это круто, это круто, когда у вас появляется большая домашка, и вы ее решаете, потом на суд препода там показываете, и происходит разбор этой домашки. Я могу сказать, что некоторые слушатели у нас за последние 2-3 месяца пробуют не просто даже домашку делать, а какой-то маленький свой проект реализовывать. Специалист с декабря этот эксперимент проводит. Честно сказать, немногие рискуют на это подписаться, но я с гордостью могу сказать, что у меня сейчас 4 человека поучаствовали в этом проекте, и вот двое из них прямо сейчас работают над классными проектиками, которые я надеюсь, мы рано или поздно представим публике широкой. Так, по открытым форматам я сказал, значит, смотрите, между курсами мы можем делать перерывы, то есть не обязательно записываться так, чтобы HTML заканчивается, и тут же в этот же день или на следующий день начинается JS. Варьируйте, выбирайте, сколько у вас будет времени между курсами, если вдруг устали, или командировка, или отпуск, ставьте курсы на паузу, мне сказали, что это сделать возможно. Ну, и обязательно имейте в виду, что нужно обязательно внимательно следить за требованиями, техническими требованиями, потому что вот, например, по нашей линейке курсов, которые мы ведем, чаще всего используется операционная система Windows. Если вы маковод, это не проблема, вы можете либо, а, повторять, применять эти знания, которые вы узнаете на своей операционке, либо бы, если вы чувствуете, что сил таких нету, попросить предоставить вам удаленный доступ к нашей машине в классе. Ну, вот, ближайшее открытое обучение, которое было, так, трое маководов сразу пришло, и трое воспользовались вот такой возможностью, они подключились удаленно в классе, выполняли все лабораторные работы. Ну, вот, как-то так. Так, ну, тут идет преподавательский состав, но у меня написано, что я должен на этом месте предоставить слово Ольге, поэтому, друзья, я делаю маленькую паузу и хочу спросить, есть ли у вас вопросы. Вот, по форматам, по дипломке, я бы с радостью ответил, если они есть. Пожалуйста, вопросы. Вечер добрый, Алексей, разрешите вопрос? Да, Сергей, слушаю вас. Подскажите, пожалуйста, насколько глубокими должны быть знания джаваскрипта от библиотек, фреймворков для джуна при устройстве на первую работу? Спасибо. Спасибо, Сергей. Знаете, я считаю, что требования, которые существуют, они немножко, в общем-то говоря, перебарщивают ну, реальное существование дел. Ну, то есть, если вы сейчас откроете любой вот такой вот типа хетхандера сайт, то вы обнаружите, что джун должен знать вообще все почти, что знает и мидл, и сеньор. Может быть, это делается по незнанию, а может быть, наоборот, с каким-то особым умыслом, но вот чаще всего требуется сразу все. и это странно. Я могу прокомментировать. Ольга. Я могу прокомментировать эту странность. Дело в том, что те вакансии, которые вы видите на сайтах, составлены для некого идеального кандидата, который там готов работать круглосуточно, получать немного и знать все на свете. Вот, естественно, такого кандидата в реальности нет, потому если вы видите, что совпадает на 60%, уже можно смело откликаться. Хотел бы еще на вопрос Сергея доответить. Вот, если мы будем брать ту программу А, о которой я сейчас говорил, так, чтобы вот мой ответ, он был более таким вещественным, ощутимым, то я бы сказал, что приходя работать фронтендером на джуниора, нам нужно А, хорошо понимать, как работает HTML базовый, обязательно. Второй уровень, но только если у вас будет серьезный акцент на верстку, то есть, я не скажу, что если вы не верстальщик, надо его прям сильно-сильно хорошо вникать, то есть, первый уровень HTML раз, дальше, JavaScript первый, JavaScript второй и один из инструментов типа Vue или React. Я сознательно сейчас опускаю HTML 5 API, то есть, эти инструменты, которые там есть, они хороши, они классные, но они не являются той очень устой необходимостью, с которой вот прям надо бежать, скорее устараться на работу. И очень неплохо, если вы знаете какой-то из инструментов по визуализации и созданию приложений, потому что открываем вакансии, смотрим там постоянно JS, React или Vue.js или Angular, поэтому, чтобы лишние вопросы снять, чтобы прийти сразу и сказать, вот такой у нас, ну не то, чтобы выставить, а набор курсов и опыт за душой и сразу переходить к делу, я рекомендую. Единственное, что мне вызывает такую, ну не то, чтобы боль, но трепет и волнение, это курс по ГИТу, потому что ну, во-первых, ГИТ это не совсем просто, но с другой стороны, ГИТ это, скажем так, неотъемлемый инструмент для захода на последующие ступени и уровни развития. Поэтому, еще раз, первый HTML, первый JS, ГИТ, расширенные возможности и один из инструментов либо Vue, либо React. Сергей, спасибо. Друзья, может быть, еще есть вопросы? Я бы вот здесь хотела бы уточнить про базовую подготовку к дипломной программе, потому что все-таки мы сегодня говорим про дипломную программу больше, чем про отдельные курсы и говорим в ней, что мы с нуля до уровня устройства на работу научим вас профессии фронтенд-разработчика. И вот этот ноль, можете его обозначить? Что все-таки должен знать специалист, идя на эту дипломную программу? Какая у него должна быть база? Ну, несмотря на то, что Ольга сделала акцент на дипломную программу фронтенду как на единое что-то целое, я как человек, который занимается вот этими кусочками, просто раскладываю по полочкам и говорю, что насколько у нас это начинается все с HTML, все равно, то как минимум нам нужно, чтобы мы что делали, умели быстро печатать и все. Ну, знакомы были с компьютером. То есть, все, что нам нужно, это уметь быстро печатать, быть знакомым с компьютером и, пожалуй, вот те самые все время забываю там hard skill, soft skill, да, вот это все и иметь вот такую вот решимость и стремление необоримое, чтобы двигаться на пути к своей цели, потому что если у вас будет цель, вы ее достигнете и желание, да, если у вас цели не будет или вы будете ну, просто насиловать свою волю и говорить вот надо, 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 ну, не знаю, как мне кажется, это сильно усложнит работу и заботу. А так, конечно, да, чем больше у вас за спиной, можно сказать, опытов, навыков, ну, я не знаю, условно говоря, я не могу сказать, что там для программирования вам нужно математическое, там, какое-то особое образование. Но доподлинно известно, что если человек приходит после какого-нибудь матфакультета, он чувствует себя более комфортно. Означает ли это, что я, не имеющий такого технического образования, там, какого-то специфического, не могу начать учиться? Могу начать, каждый может, да, ну, вот, зависит от задач, которую мы будем решать. Чаще всего мы будем решать задачи верстка, создания сайтов и припиливанию типичной логики. Кто-то, возможно, из вас, друзья, начнет пилить свой стартап или попадет в высокотехнологичный проект, которому там нужны будут какие-то особые знания, но таких обычно бывает единицы на большое количество людей, поэтому вернусь к самому началу вопросов Ольги и отвечу, что быстрая печать на машине, да-да, именно, если печатаете медленно, с HTML будет плохо тоже, и вот такое стремление и воля, чтобы двигать вперед. Спасибо. У нас вопрос в чате, надо ли для фронт-энд знать Linux? Вопрос еще один из серий, который, если бы можно, я бы им не отвечал. Очень полезно, очень полезно, потому что очень часто студии и компании, которые занимаются разработкой, они сидят на этой операционной системе. И если мы откроем какие-нибудь, ну, я не знаю, топовые конференции, выступления о серьезных авторах, то мы увидим там обязательно что-нибудь такое маковское, Linuxовое. Я не хочу ставить прям это все на один уровень, но, скажем так, это было бы круто. То есть, это дополнительный плюс в работе, если вы знаете Linux. Да? Есть куда расти, да? Есть куда расти, да, потому что вот у меня слушательница сейчас в субботу рассказывала историю, как она вдруг почему-то записалась на Linux курсы, и она рассказывает о своем опыте, забавно, она пришла, там сидят 9, условно говоря, бородатых сисадминов, и тут она после курсов по веб-разработке, и она в сисадминстве ничего не понимает, но ей нужен Linux, вот она чувствует, она хочет им заниматься, вот. И проходят одно-два занятия, они начинают беседовать, и она рассказывает о удивлении этих ребят, о том, что она такая рисковая, пришла и даже чувствует себя более-менее комфортно, значит далеко пойдет, а такая маленькая история. Я считаю, что нужно знать Linux, при этом я, например, не могу сказать, что я его знаю так, как я хотел бы знать, да, но всегда есть к чему стремиться. Спасибо большое, SK, спасибо. Ну, друзья, если вопросов нет, я тогда бы передал бы управление Ольге, Ольга. Да, одну секундочку, сейчас я переключусь на себя, на свою презентацию. Я бы дальше хотела сказать пару слов, как бы извлечь основную мысль, да, из слов Алексея, что не нужно бояться что-то пробовать, пробовать новое, что-то менять в своей карьере, менять вектор своей карьеры, особенно в сторону фронт-энд-разработки, которая является перспективной и интересной на IT-рынке. И, конечно, важно учиться у профессионалов, потому что они могут поделиться с вами по-настоящему полезным практическим опытом. То, что вы будете, допустим, самостоятельно, как опыт показывает, изучать по каким-то, ну, самостоятельно чем-то разбираться, просто растягивает ваш вход в профессию на более длительное время, за которое вы могли бы уже и обучиться, и окупить затраченные деньги. Вот. И на наших курсах специалистов можно пройти вот все эти этапы подготовки фронт-энд-разработчика под руководством наших опытных преподавателей, которые все являются практиками, в своей сфере и обладают большим практическим опытом и являются уже экспертами в своих областях. Что хочу сказать, что у нас та дипломная программа, про которую мы сегодня говорим, она может корректироваться индивидуально. То есть, если какие-то знания у вас уже есть, дипломная программа в индивидуальном порядке с менеджером может быть пересмотрена. И что в этом прекрасного? Если у вас уже есть базовое высшее образование, то данная дипломная программа, ее окончание является подтверждением наличия у вас профессионального образования в этой области. то есть, фактически работодателю вы можете говорить смело и показывать диплом о профессиональной подготовке по специальности, что приравнивается ко второму высшему образованию, если первое у вас уже есть. Если у вас нет высшего образования, то, соответственно, вы получаете... Ольга, можно вопрос? Да, да, да. Я вот никак не добирался спросить, пользуясь случаем, а вот вы сказали, что можно заменить курс. То есть, я правильно понимаю, если человек уже знает HTML, первый уровень знания вполне, или, например, знает первый уровень JS, или знание эквивалентно имеет, то есть, он может запросто прийти и сказать, я хочу тот же Linux, или я хочу что-нибудь еще, и можно заменить в программе? Все решается в индивидуальном порядке с менеджером. Вот точно по изменению не могу вам, не буду сейчас говорить до того, что я не знаю, я знаю, что любую дипломную программу можно в индивидуальном порядке подкорректировать, возможно, вы какие-то уже в специалисте курсы проходили, и можно будет их зачесть в том числе. Вот. Еще сказать хочу пару слов о самом дипломе, что поскольку мы как учебный центр на рынке образовательных услуг уже достаточно давно, у нас есть свое имя, и работодатели нас знают, ценят и любят. Соответственно, для вас это будет такое преимущество при трудоустройстве. Что хочется сказать про стоимость? Стоимость программы, дипломной программы начинается от 127 тысяч рублей научно-заочных формат и другие форматы 163 тысячи 990. И всем, кто сегодня с нами, кто посмотрит на записи, кто записался на данный день открытых дверей, мы делаем подарок, сертификат на сумму 12 тысяч рублей. Вы можете им воспользоваться, если выберете дипломную программу и скажете, и готовы будете ее оплатить до 23 числа включительно. Для самых смелых, пожалуйста, кто готов рвануть в профессии, мы делаем вот такой подарок. Я сейчас ссылку на дипломную программу и на данный код вам отправлю в чат, чтобы вы себе рт-сохранили. Соответственно, также в чем преимущество оплаты всей дипломной программы в том, что в нее уже заложена скидка и она дешевле, чем отдельные курсы по кусочкам. И на выходе вы получаете диплом о высшем образовании. Что еще хочется сказать здесь? Может быть, у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в чат. я пока расскажу о такой возможности для каждого нашего слушателя. Есть такое правило в карьерном развитии. Если вы не развиваетесь, то вы как на экскалаторе, экскалатор идет вверх, а вы потихоньку съезжаете вниз. Важно всегда быть в курсе своей профессии либо если она вам надоела, вы там непрофессионально выгораете. Важно как-то смотреть, что вас вдохновляет, потому что работа все-таки занимает большую часть жизни. В других сферах где-то можно переучиться, перейти в смежную область. Соответственно, очень важно каждый год какие-то свои знания обновлять и расширять и повышать. Соответственно, каждый год желательно себе закладывать некий план развития. Что в этом году я для своей профессии сделаю. И я вам предлагаю, если у вас есть какие-то вопросы по такому своему карьерному планированию, обратиться к нашим менеджерам, потому что иногда человек хочет повысить свою квалификацию, но зайдя на наш сайт достаточно сложно сориентироваться. У нас есть достаточно выгодные комплексные предложения, но не всегда удобно разбираться тратить время самому. Наши менеджеры вас сориентируют, смогут вам подсказать по видам обучения, по датам, как вам выгоднее спланировать ваше карьерное развитие. Пожалуйста, обращайтесь, консультация бесплатная, надо записаться. Ольга, у нас там по поводу Елены очень актуальны и горячей. Там не опечаткали с промокодом, наверное, до апреля 23-го, да? Да, это в течение, да, это у меня опечатка в чате, промокод, да, до 23-го, 04-го, все правильно, Елена, вам пятерка за внимательность. Сразу видно, вот слов скиллы у вас подходят для работы разработчиком. Вот. Что еще хочу сказать вообще про наши какие-то бонусы и программы. Есть такая у нас программа называется Диплом Плюс, то есть если вы проходите дипломную программу, то в течение 6 месяцев после ее окончания мы вам даем 50-процентную скидку на курсы в режиме онлайн. Это очень важно, потому что нельзя включить дипломную программу все на свете, она все-таки ограничена, и если вам прям для какой-то работы необходимо еще что-то дообучиться, вы можете такой вот скидочкой после ее прохождения воспользоваться. Ну что ж, друзья, есть ли какие-то вопросы, может быть, по дипломной программе, по видам обучения, или может быть еще к Алексею какие-то вопросы остаются. Я хочу всех заранее поблагодарить за то, что вы нашли время прийти и послушать нас. Наш день открытых дверей практически уже подошел к концу, и поэтому в неформальной обстановке я еще более был бы рад ответить на ваши вопросы, если они есть. Поэтому если вы хотите что-то спросить, спросите сейчас, или может быть напишите на e-mail, или может быть уточните у ваших менеджеров, с радостью вам о них ответим. Заранее всем доброго вечера, я на связи еще несколько минут здесь, и можно о чем-то меня спасить. Спасибо, пока-пока. Спасибо большое, Алексей, тогда останавливаю запись. Знаете что, давайте наверное вы остановитесь, потому что